Все, я готов, пожалуйста. Боевая машина пехоты американского производства, захваченная в январе 2024 года в Авдеевке, в Авдеевке. Версии разнятся, как его подбили, но основных попаданий 100% 3. В район левой гусеницы машина была обездвижена и двумя одноразовыми дронами. Один по башне, там сквозное отверстие, и при этом же попадание уничтожено прибор наблюдения наводки. И вторым выстрелом в район правого борта, под башню, там тоже сквозное отверстие, десантный отсек полностью выгорел. В башне все механизмы заклинило, поэтому сейчас стволы на единственной технике, на которую он приходит немного вверх, опустить его нет возможности. Но это не единственное попадание, отрабатывала динамическая защита, там видно на лобовой проекции то, что крепление немного замятое. Она демонтирована уже при транспортировке дальнейшей, при мероприятии здесь общественного, она содержит взрывчатые вещества. Ну понятно. А чем били, гранатометом или корнетом? Вот в район гусеницы, скорее всего, из ПТРК били, какого не могу сказать. И вот остальные два выстрела, это дроны Камикадзе и с кумулятивными выстрелами. Понятно. То есть, все работали. Экипаж выжил или все погибли там? Этого сказать не могу, информации такой нет. Но если на момент попадания дронов экипаж был внутри, то, скорее всего, он там остался. Как наши оценивают, легко их такие брать, подбивать или сложно? Пробивается она довольно-таки тяжело, потому что на линии боевого соприкосновения, так скажем, ПТРК нет, они немного в головой зоне. С РПГ лобовой проекцией пробивается тоже довольно тяжело. В принципе, если брать тот же корнет, в котором пробить 1200 мм, он пробьет его в любое место. В любую точку. В зависимости от того, какая там броня есть динамическая защита или нет. И одноразовые дроны, крыша башни пробивается. Легко, да. То есть, их лучше дронами бить, да? Ну, этого я сказать вам тоже не могу. Все хорошо, все, что стреляет, все, что... А как украинцы их применяют? То есть, они их прям подводят или они все-таки прикрывают танки какие-то, они чуть сзади эти? Как они их используют? Как вам сказать? Их чаще всего используют, скорее всего, в каких-то населенных пунктах или при ночных ротациях, потому что... То есть, транспортное средство, да? Да, потому что, как видите, на траках установлены прорезиненные вставки. Если их демонтировать, получаются довольно-таки большие шказные отверстия. Вес данной машины в данной комплектации порядка 37 тонн. Грунт на украине чернозем. Если там ни зимы как таковой нет, слякается, если снег выпадает, он сразу же тает. Техника вязнет, да, с этими прорезиненными вставками, вцепление с грунтом вообще ни о чем. Ну да. Если по шоссе она двигается порядка 60 км в час, то на территорию Украины 25 км в час. И вязнет сильно. И вязнет ее максимум. Используют они, я не знаю, именно в сырую погоду мы ни разу видели, чтобы они вообще куда-то едут. Ну понятно. Скорее всего, где-то в населенных пункциях, чтобы выехал, отстрелялся в Украину. И была возможность скрыться. Потому что способ введения войны меняется. Если они довольно хорошо себя показали в Ираке, то сейчас не плохо. Если не за нами, то так же, как и противник, мы наблюдаем уже с глубокого тыла, когда они уезжают. И по ним начинают отрабатывать еще задолго до линии боевого соприкосновения. Ну да. Вот это автоматическая пушка, она танки наши как-то может повредить? Это автоматическая пушка, пушмастер, 25 мм калибр. У нее довольно-таки хорошая бронепробиваемость, потому что они используют подкалибренные снаряды с урановым сердечником. Все это решает пробитие брони. То есть борт может пробить танка, да? Это запрещено, в принципе. Они прибивают танки средней бронированности, это как советский Т-55. Уже что-то позднее, вот как-то Т-72 уже... Лоб не берет и борт не берет? Нет, скорее всего, и борт не возьмут, потому что на поле современных свежих танках уже установлены здесь мемической защитой. То есть наши танкисты их не боятся, да? Нет, вы видели, наверное, видео, как... Я видел, видел, видел. Ага. Это чисто случайность просто. Ну, он себя как-то вяло вел, то есть он не начал по ним стрелять, я на этом видел. Он растерялся, да? Я не могу сказать, растерялся или нет. Ему приводы наводки повредили, и поэтому башня начала вращаться. Я понял, ага. Если бы он хотя бы одним выстрелом по ней отработал, то техника была бы уничтожена. Ну, понятно, ясное дело. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. А вообще выставка планируется...